Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Истворение святителя Иоанна Златоуста. И все, что вы делаете словом, делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Послание Колоссянам 3.17. Если мы будем так поступать, то там, где призывается Христос, не найдется ничего мерзкого, ничего нечистого. Ешь ли, пьешь ли, женишься ли, отправляешься ли в путь. Все делай во имя Божие, то есть призывай Бога на помощь. Берись за дело, прежде всего помолившись Богу. Хочешь ли что произнести, поставь это наперед. Потому-то и мы в своих письмах впереди подставляем имя Господа. Где имя Господа, там все благополучно. Если имена консулов скрепляют грамоты, то тем более имя Христово. Или же то разумеет Павел, что все говорите и делайте по-божески. Не вводите ангелов. Ешь, благодари Бога, с решимостью тоже делать и после. Спишь, благодари Бога, с решимостью тоже делать и после. Идешь на площадь, тоже делай. Пусть не будет ничего мирского, ничего житейского. Все совершай во имя Господне, и все у тебя будет благоуспешно. Что не запечатлеешь именем Божиим, все выйдет счастливо. Если оно изгоняет демонов, устраняет болезни, то тем более облегчает совершение дел. И что значит творить словом или делом? Этим указывает или на допускающего, или на делающего что-либо подобное. «Послушай, как Авраам во имя Божие посылал раба. Давид во имя Божие умертвил Голиафа. Дивно и велико имя его». Потом опять Иаков, посылая детей, говорит «Бог же мой, да даст вам благодать пред мужем». Кто делает это, тот помощником имеет Бога, без Которого не дерзал ничего делать. Таким образом, чествуемый призыванием Бог воздает обратно честь дарованием успеха в делах. Призывай Сына, благодари Отца. Призывая Сына, ты призываешь и Отца. А благодаря Отца благодаришь и Сына. Будем учиться исполнять это не одним словом, но и делом. Этому имени нет ничего равного, оно всегда дивно. «Мира излившееся» говорится, «Имя Твое» в песне 1 глава. «И кто произнес его, тот вдруг исполнился благоухание». Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Вот как столь много совершается этим именем. Если слово «во имя Отца и Сына и Святого Духа» ты произнес с верою, то ты все совершил. Смотри, сколько ты сделал. Ты воссоздал человека и произвел все прочее в таинстве крещения. Таким же образом это страшное имя владычествует и над болезнями. Этим именем обращена Вселенная, разрушено тиранство, попран дьявол, отверзлись небеса. Но что я говорю небеса? Этим именем возрождены мы, и если не оставляем его, то просеиваем. Оно рождает и мучеников, и исповедников. Его должны мы держать, как великий дар, чтобы жить в славе, благоугождать Богу, исподобиться благ, обетованных любящим Его, благодатью и человеколюбием, Господа нашего Иисуса Христа, которому слава с Отцем и Святым Духом, ныне и пресной, во веки веков. Аминь. Спасибо.